Так получилось, что я даже не поздоровался с вами, но уже поймал щучку. Дело в том, что пока мы накачивали лодки, Леша начал пробивать берег. И прямо под берегом, я в этот момент к нему подошел, у него был удар щуки. Ну, он бил, бил, что называется, не добил, а я добил, но камеру при этом не включил. Ну, вот такая вот щученция у меня уже до момента выхода на воду образовалась. Ну, что ж, удачная вроде рыбалка начинается. Надеемся, что так дальше и будет. Кстати, мы на Ари, и спасибо Евгению, который нам подсказал сюда съездить. Я здесь не был давно, у нас тут было экологическое обедствие на Ари несколько лет назад, был большой замор. Евгений определил для себя приоритеты, вернее, для меня, высказал мне все это в сообщениях, и мы сюда приехали. Ну, не сказать, что щучка большая и крупная, вот такая вот, но она есть. Может быть, что-то еще поймаем. Саша и Леша, кстати, вот уже вышли на воду. Сейчас я ее сниму и тоже буду бороздить водную гладь. Саша и Леша, кстати. Ну, что ж, коллеги рыбаки. Сегодня 31 октября. Мы приехали на реку Орь. До этого думали, куда ехать. Либо на ходу, либо, возможно, на другую нашу степную речку в том же районе, но немножко дальше. Но сыграла наводка от Евгения, как я уже сказал. И мы поехали на реку Орь, где сейчас и находимся. Саша с Лешей вот впереди по курсу у меня. Я их нагоняю. Сейчас вот только вышел на воду. Выехали сегодня, ну, не так рано. В 6 часов я забрал Лешу из дома. Буквально через несколько минут мы заехали за Сашей. Ну, потом заправились и на трассу. Поехали в Храмтау. Ну, в общем, все как всегда. Немножко плутанули здесь, около Бугитсая. Я здесь давно не был. Получается, ну, очень большой срок. Но, тем не менее, приплыли мы. Вернее, приехали на то место, о котором я думал про себя. Здесь мы были очень давно, лет 10 назад. А после того, как был замор, на Орь вообще не выезжали. В общем, сейчас вот спрошу у товарищей. Что у нас? Ноль. Ну, я не знаю. А здесь глубоко сейчас? Не очень. Метра три. Ну, три это уже не мелко. Ну, в общем, заплыли. Сейчас начнем. Да, и время, кстати, позднее. Ну, потому что выехали-то не в 4, не в 5. Немножко плутанули чуть-чуть. Сейчас сколько? 10 часов 12 минут. Ну, и солнце уже высоко. Поехали. Это еще какой-то. Ну, явно щука. Не сильно крупная, видимо. Шнурка мелкого поймал. Мелкого шнурка. Чуть отошел от ребят, и вот поймал мелкого шнурочка. Ну, мы его сейчас, конечно же, отпустим. Так как он реально мелкий. Опа. Вот такой вот. Сейчас, 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 дорогой мой. Сейчас мы тебя отцепим. Ударил, кстати, интересно. По-взрослому, что называется. Бубовым. Ну, все, пошел. Давай, 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 уходи. Ага, все, ушел. Опять мелкий шнурок. Так, ну, этого мы тоже отпускаем. Плыви, товарищ, не попадайся. Есть. Опа. Вроде неплохая щука. Вроде неплохая. Ого. Хорошая щука. Хорошая щука. Хорошая щупарь. Хорошая щупарь. Хорошая щупарь. Хорошая щупарь. Ой, б***ь, хорошая щупарь. Хорошую взял. На вертушку. Ого. Вот это уже хорошая щука. Оп. Вот она, ребята. Вот. Вот она. Вот она. На черную вертушку с хвостым хвостиком. Вот она какая. Вдоль кушарей. Сидела. Нормально сидела. Взяла хорошо. Не сошла бы. Вот она какая щука. Немножко кровит. Испортит вам кадр. Вот она. Вот она щука. Ну, можно сказать, уже не зря съездил. Наконец-то хоть попадает что-то покрупнее. А то хабда, да, принесла щуку. Спасибо ей за это. Но мелковатая была щука на хабде. Одна была более-менее. Здесь вот. Ну, я не знаю. Но тут двушка железная. Сколько она весит в реале. Я не брал с собой никакого измерительного прибора в виде весов. Кантера. Может быть, Саша взял. Тут, блин. Тут еще надо морду ей открыть. Таким расширителем не открывается. Таким взъемником. Не хватает мощи. Ага. Сейчас чуть-чуть откроем. Ну, наконец-то. Наконец-то я и почувствовал крупную щуку. И взял ее. Да, села, в общем-то, на все три крючка. Это сейчас надо еще выковырить ее отсюда. Конечно, это, возможно, не самая крупная щука, которая здесь выводится. Ну, я надеюсь на это. Может быть, мы еще с кем-нибудь повстречаемся. Да, села конкретно. Блин, как бы ее сильно не повредить. Не хочу, чтобы она сильно кровила. А то еще целый день впереди. Не хочу, чтобы она уснула. Оттуда дома не довезем. Хотя прохладно уже. Ну, как всякая крупная щука, без определенных ударов, она тупо села. Тупо села. И только здесь, вот, около лодки, начала ходить туда-сюда. Ага, так, готово. С двух снял, вот, с третьего снял. Все. Черная вертушка с красным лепестком. Вот такая щука. Она явно там кого-то скушала. О! Вот она. Вот достойная щука для этого куканчика. Ну, что ж. Будем пытаться далее. Вела она, кстати. Так идут камыши. Тут ямы, ну, не ямка, но русло достаточно глубокое и чистое. Я кинул, как бы, чуть-чуть на русло, и вот, выходя, вот, на, как бы, травянистую часть камыша, но где-то там она и повисла. Где-то там она и взяла. Это щука. Итак, Саша с Лешей решили поставить все-таки кружки. Что-то у них как-то неактивно, да и у меня, собственно говоря, после вот той мелочи, что я выпустил. Больше ничего не было. Вот, Саша вышел на берег и пытается ловить живца, но как-то с живцом тут, видимо, совсем худо. Ну, вернее, таких отчаянно мелких участков нету, заросших, где бы она, эта рыба его мелкая, кучковалась. Сразу достаточно глубоко. И пока вот он постоял, постоял там, но ничего. А Леша пошел дальше, ну, со спиннингом. Я вот напротив машины стою, тоже пытаюсь спиннинговать. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по крайней мере, он есть. У меня ничего нет, даже нет никаких поклевок. Сейчас пойду, пройду к ним, посмотрю, что там у них с живцом, вообще, как у них настроение, сколько они его поймали. У них там штук, ну, наверное, больше десятка кружков у Саши. Когда они сейчас это успеют еще поставить, потому что ставить надо быстро, время уже полуденное. Опа, оп, 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 оп. Кто тут? Кто тут? Ай, оторвался. Кто это был? Блин, не видел. Окунь, может? Или мелкая щука? Ударила, как будто бы щука. Или, или хороший окунь. Опа, есть, 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 есть. Да что такое? Блин, кто это? Почему он отрывается? Наверное, окунь, что ли? Не понял. Второй раз. Ну, сидит хорошо, в смысле, прям тянет вниз. Оп, есть, да что ж такое? Что? Вытащу я. Кто это такой? Кто это такой? Это окунь, так я и думал. Опа, это окунь. Ну, в принципе, хороший окунь. Замечательный окушок. Несколько раз долбил. Я не мог его поймать. Приехали государевы люди, поинтересовались нашими рыболовными билетами, снастями и почему-то багажником машины. Также спросили про оружие, колючие, режущие или, возможно, запрещенные предметы. У нас с этим все было в норме. Время перевалило за первую половину дня, клев рыбы совсем иссяк. Товарищи мои, кстати, все-таки выставили после обеда кружки, и мы через время с Сашей пошли их проверять. Давай, Саш, давай, давай, давай. Так, 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 так. Есть что? Чувствуешь, нет? В траве. В траве? Не бьет? Нет. Вот окунь. Ничего себе, смотри, какой окунь здоровый. Вот это да. Вот это окуняра. Вот это окуняра. Да он окунь какой. Душевный. Ну, полтора... О, как он раскрылся, интересно. Ну, соленый. Подавился, по-моему, даже его и не смешно. Ну, не проглотил. Прикольно. Прикольно. Что? Жабрах? Жабрах. Пробуй. Куда-то утянуло? Щука? Ух ты, а мы не взяли ничего. Опа. О! Есть! Есть, Леш! Сработало. Сработало точно. А мы ничего не взяли. Ну, кидай сюда, что же делать-то? Так. Так. Так, а это... Сейчас я его взлетаю. Да, смотай его-ка. Ну, вот. Уже что-то. Уже становится веселее под вечер. Взял? Да, розмотано. Кусты куда-то, да? Кушари. Давай-давай-давай-давай-давай. Пусто. Есть что-то? Еще щука. Что такое? Не торопись, не торопись. Не торопись, Саша. Хорошо сидит. Заглотишь. Заглотишь? Ох! Лех, еще одна! Не зря ты малька ловил, точно. Саня, кидай так. Сейчас ничего не сделаешь. Есть? Окунь. Вот еще один окунь. Ну, смотри на краешки. Ну, на краешке висел. Кидай-кидай. Почти все сработали. Вот одна была, ее трогал этот, левую окунь, или щука, такая порепанная. Закончилась наша рыбалка. Мы собрали уже лодки, помыли. Даже он, Леша, кофе допивает. Мы с Сашей уже выпили. Сейчас будем вытаскивать рыбу. Саша под конец оторвался. Саша молодец. Он прочухал, что надо ставить кружки. Благодаря Леше, да, у него сегодня просто его день. Я был кормильцем. Один за одним ушел живец, и просто то, что нужно. Короче, Леха молодец. В общем, да, кружки все-таки сработали, хотя они не перевернулись. Мы потом уже с Сашей поплыли. И, в общем, сейчас мы будем вытаскивать. Так, сначала Саня пойдет. Ну-ка, Леша, держи. Или давай я туда спущусь. Саш, пошли, пошли. Где твоя? А я с ранее. Да и не улети. Да, не улети осторожно. Вот этот контент. Нет, такого контента нам не надо. Так. Так. Вот. Это вот все на кружке. А где еще один окунь? А, ты, да, да, да. Да, да, это Саша. Ну, я считаю, неплохо. Просто мы поставили на... Абы как, абы что. И помяли. Ну, да, 2 щучки. 2 окуня хороших. Так что, одну щучку я даю Лехе. Он ее заслужил честно. Так. Сань, выходи, выходи. Или Саша. Не знаю, кому сподручнее. Сань. Я как? Давай здесь. Я здесь все равно. Давай. Так, ну, это вот мой улов. Который... Я, в принципе, все поймал только с утра. Все мое утрешнее. Вот оно здесь. О. Слышали? Удар. Ну, я, честно говоря, да. Был ошарашен, но доволен. Ничего, ничего. Все работает, Лех. Пошли. О. О. Что-то зацепился там. А, там же я уже не знал. Вот это вот первая щучка, которую Леша поймал. В смысле, выманил, а я ее доловил. А это та вот с той стороны. Ну, класс. Вот это, конечно, шикарно. Она меня немножко повозила. Ну, я думаю, что здесь, ну, наверное, трешки нет. Два с половиной. Учитывая, что у нее в пузе там еще кто-то торчит. Ну, по крайней мере, это, наверное, самый крупный экземпляр за сезон, да? Ну, да, да, за сезон. За последнее время. Это самый крупный экземпляр. Я тоже доволен, по-моему. Хоть у меня спиннинг, но... Ничего не вижу. Все непосредственно. Вот такая рыбалка. Класс. Опять же говорю, да? Ну, выехали отдохнуть и... Ну, в общем, мы здесь... Не с голодного края. Не с голодного края, да. Мы поймали, мы молодцы. И всем... Я отпустил. Кстати, у меня традиция обязательно пускает. Мелочь отпускаем, да. Ладно, все, взвешиваемся. В смысле, фотографируемся. И поехали домой. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok